Откуда ты взялся? Я занял первое место. И именно ореола. Человек до этого не работал на клиентах. Ну, я на латексе работал. Как ты к этому пришел? Почему именно ореолы? Глоток свежего воздуха, чтобы я мог почувствовать себя художником и творцом. Какой рыбкой ты ощущаешь себя в этой профессии? Люди, которые стараются вывести человека из равновесия, им же только одна воля. Смогу ли я нарисовать эту ореолу? Ореола у Маши, Ореола у Ани, у Ксюши и так далее. Да, они все разные, но это ореолы. У тебя реально есть свой почерк. Я-то не учился ореоле ни у кого и нигде. Я делал так, как я считаю нужным и понятным мне. Это чья ореола? Пашина ореола. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас на втором подкасте канала Ханофи. Меня зовут Максимова Ирина. Я живу и работаю в Москве. И те, кто знаком с моей деятельностью, наверное, уже знают, что основное направление у меня по перманентному макияжу, по камуфляжу и дермопагментации ореол. Опыт работы у меня с 2003 года. И вы все знаете, что сейчас есть линейка специальная, созданная в коллаборации с брендом Ханофи. Сед ба Ирина Максимова для камуфляжа ореол. Но обо мне мы можем говорить достаточно долго. Сегодня я хочу представить достаточно молодого в опыте работы мастера, за работами, которыми я слежу практически с первого дня. Очень восхищена его деятельностью. Зовут его Павел Сомов. Добрый день. Да. У него прямо сейчас основная специализация по дермопигментации ореол. Могу сказать одно. Как-то давным-давно услышала я от клиентки одну вещь. По поводу пластической хирургии. Что лицом должна заниматься женщина-хирург, а грудью должен заниматься мужчина. Но это в пластической хирургии. Я считаю, что в перманентном макияже у нас очень много мастеров, достаточно талантливых, которые тоже делают красиво, исполняют дермопигментацию ореол. Но вот Паша на работе вызывает особый трепет и восторг. Ай, спасибо большое. Привет, Ириша. Рад тебя очень видеть. Привет, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо за такое красочное представление. Ты настолько стремительно влетел, скажем так, на этот рынок. Убил просто наповал ореолами. Вот убил не то, что в кавычках, а и даже без кавычек тоже. Потому что действительно такая животрепещущая тема достаточно для многих, во-первых, и клиентов, как ты уже теперь это всё понимаешь. И мастерам это тоже очень интересно. Но я хочу спросить тебя вообще, как ты к этому пришёл? Почему именно ореол? Я знаю, что у тебя помимо дермопигментации ореол есть, естественно, ещё направление, там, и брови, и веки, и губы, как у всех мастеров. Но большей частью, естественно, вот я бы сказала, знаешь, вот есть конёк у мастеров. Вот кто-то, да, вот кто-то вот прям волосковая техника, кто-то вот губы, там, сексапил номер пять. У тебя прямо ореолы. Как ты к этому вот пришёл? Почему именно ореолы? Изначально-то я занимался татуировкой художественной. Да, это, может быть, не была профессиональная какая-то деятельность, это было в качестве хобби. Но мне ореола была близка тем, что это действительно какой-то художественный рисунок, прежде всего. Я не знал, что в перманентном макияже есть такое направление. Узнал об этом, когда занялся именно перманентным макияжем. Увидел на просторах интернета, инстаграма весёлые картинки женской груди с нарисованными ореолами. Не понял, что это сначала. Мне надо было прочитать несколько раз. И после этого я вник во всю эту историю и понял, что, оказывается, такое направление есть. И мне показалось это творческой, интересной творческой работой. Потому что, понятно, что ежедневно красить губы, брови, глаза, всё это хорошо. Но мне, как человеку творческому, нужно было что-то, какой-то глоток свежего воздуха, чтобы я мог почувствовать себя художником и творцом. На заре, скажем так, своей деятельности, когда я только начал заниматься, мне захотелось посетить, конечно же, чемпионат. Ну, как. Там была эта номинация ореола. Да, да, да. И что самое интересное, я решил так. Это интересно, кстати. Ну, если идти участвовать в чемпионат, идти участвовать с чем-то интересным, сложным, не совсем понятным. Потому что, ну, как-то так получилось. И всё, я решил туда и пойти. Вообще, кстати, знакомство с Пашей произошло вот лично у меня следующим образом. Я не знаю, в шоке он до сих пор или нет. Я просто написала ему в директ, что я очень хочу познакомиться. Мастер достаточно талантливый. Мне захотелось его узнать поближе. И как только мы пересеклись, первый вопрос был, Паше, вообще, откуда ты взялся? Откуда он взялся? Талантливый и хороший, учитывая, что ещё как человек, Павел очень добрый, отзывчивый. Первый чемпионат, учитывая, что не было опыта работы, и ты первая номинация, в которой, насколько я помню, что ты выиграл. Да, я занял первое место. И именно ореола, учитывая, что человек до этого не работал на клиентах и на моделях. Нет, я на латексе работал. Слушай, я на… Ну, это же очень круто. Ну, это очень круто. Вот так вот это надо обладать смелостью. Сейчас же все там сначала правописание, сначала крючки, или потом уже на теле поработать. А ты просто взял, пришёл вообще и победил. Я же не знал об этой технике вообще ровным счётом ничего. Но я знал, что можно делать ореолу. Я знал, что в этой процедуре нуждается большое количество людей. Но пока сильно не погрузился в это. Я не знал, как это делается. Я не знал техники. Ничего. То есть у меня был латекс, у меня была машинка, пигменты. Причём пигменты там татуировочные или губными я даже тренировался делать. И я начал делать это просто так, как я это вижу, как мне это нравится. Я сделал три ореолы там до чемпионата на латексе. Посмотрел, они показались мне бомбические. Кто-то из мастеров выложил в сториз, кто-то из мастеров прокомментировал. Да, круто. И вот четвёртую ореолу я уже изобразил, исполнил на чемпионате непосредственно. Ну как, конечно, мандраж был. Был мандраж. Я шёл туда, я не очень понимал. У меня две номинации причём было. Ореолы и волоски. Я долго выхаживал, обхаживал вокруг того места, где собрались вот эти многочисленные количества мастеров. Все работают. А я не знаю, я потерянный. Я же вообще не знаю. От такого количества народа, от этого движа я просто был ошарашен. Ещё заставили одеть белую форму, понимаешь, вот эту медицинскую, которую я в последний момент где-то купил. И я понимаю, что это я неуютно себя чувствую. Но пришёл, выждал паузу, пока основной накал спал, освободились свободные места. Ну, сел и исполнил, да, револу. И вот она в итоге была удостойна первого места. Ну, она была значительно лучше первой моей. И вот сейчас своим ученикам я всегда говорю, даже если первая у вас получилась, на ваш взгляд, не очень хорошо. Каждая последующая будет в разы лучше. Это вы должны понимать. У меня была своя техника, я делал это так, как знал, так, как умел, вот как я привык там делать татуировку. Всё. Это потом я уже узнал, что есть разные техники. Кто-то делает вот этими иглами, кто-то делает так, кто-то иначе, и так далее. Классно, четвёртая ореола, и вот она победная. Все же хотят и думают, да, иногда сомневаются, стоит ли идти на чемпионаты, там, что даст этот чемпионат. У тебя поменялось что-то после того, как ты победил? Ну, я без лишней скромности сейчас скажу, что, конечно, мой поход на чемпионат, он был запланирован и имел определённую цель. И это даже не какая-то победа, это не какие-то призы. Вот это вообще всегда стоит как-то у меня на последнем месте, когда мастера говорят, я поеду, поборюсь за приз. Оно, конечно, всё хорошо. У меня этой цели не было, у меня была цель заявить. Заявить о себе, получится, не получится, потому что годков мне ни 18, ни 20, времени на раскачку нет. То есть, если входить в перманент, там, с моими амбициями, то входить, ну, как бы. А иначе, что, братцы, за это дело? И вот у меня была такая цель. Пойти и заявить. Ну, то есть, цель, в общем-то, достигнута. Ну, цель достигнута, конечно, потому что на чемпионате я, а, получил много знакомств. И перед чемпионат, там, вот в этом чате, в общем, мастеров, и по итогам чемпионата. Ну, и, конечно, победа, она, безусловно, привлекла внимание. Внимание других мастеров, ну, представь, ну, ореола, женская ореола, и кто победил мужик. То есть, ну, выбрала бы девочка, ну, безусловно, бы, наверное, внимание было, но оно было бы такое. А когда выходит на сцену мужчина и победитель в такой номинации, ну, конечно, это... Профессия перманентного макияжа, ну, как мы все знаем, и ты, тем более, уже теперь с тебя столкнулся, она, в основном, нишей занята женской половиной. И когда появляется мужчина в этой области, естественно, он привлекает внимание, да. Кто это? Чего это? Женщины всегда очень ревностно относятся к мужскому полу в этой профессии. А тут еще мало того, что такой хороший, да еще и ореолы делает. Ну, это вообще что? Какой рыбкой ты ощущаешь себя в этой профессии, учитывая, что основной, конечно, это женский коллектив, и не всегда он бывает очень добрый, отзывчивый. Но я думаю, что ты уже столкнулся за это время. Конечно, за, там, полтора-два года я уже примерно понял, что есть индустрия со всеми подводными камнями, со всеми подковерными играми и так далее. Но, слушай, я всегда вижу только хорошее во всем этом, потому что стараюсь не обращать внимания на какие-то вот нюансы, потому что я думаю, что они есть в любой сфере. Вот в любой сфере, ну, где-то, наверное, можно провести вот нашу индустрию, это все-таки, знаешь, такой какой-то отголосок, как говорят, так у вас в шоу-бизнесе. Я как-то стараюсь всегда оставаться в стороне, но благо, может быть, потому что я еще мужчина, как-то не попадаю вот в этот водоворот или мельницу каких-то событий и стараюсь там, знаешь, оставаться в стороне. Никак тебя не притянут. Хотят, но не притянут. Ну, было, было и это, было всякое, особенно на той поре, когда начал приходить какой-то успех, какая-то уже узнаваемость, это было. Но как-то раз-раз и прошло. Те люди, которые стараются вывести человека из равновесия, им же только одна воля. Ты ответишь, начинается обратная реакция, ты постоянно доверишься. Ну, ладно, мы не будем плохого. Я это, я о хорошем хочу сказать, потому что в нашей индустрии у меня очень много сейчас знакомых, хороших друзей, с которыми я познакомился, с которыми мы знакомимся постоянно на каких-то мероприятиях, каждое последующее мероприятие приносит новые знакомства. И это здорово и круто. Я не до конца ответил на предыдущий твой вопрос, как раз сейчас, ведь это я скажу по поводу участия в чемпионах, стоит, не стоит, зачем это нужно. Я считаю, что это нужно любому мастеру. Для чего? Каждый выбирает сам. Кому-то нужно для того, чтобы заявить о себе. Кому-то нужно для того, чтобы, я не знаю, показать свои результаты, выиграть какой-то там приз, занять место, привезти домой кубок долгожданный и так далее. Тоже цель. Кому-то нужно ради знакомства, ради общения. У каждого своя мотивация. Но я совершенно точно могу сказать, что любой чемпион или там конгресс, вне зависимости от того, какое ты место занимаешь, это хороший толчок. Потому что я еще даже помню по татуировке, когда у тебя что-то вот перестает нравиться, еще что-то, ты уже такой закостенелый. И ты идешь на конференцию, тату-конвенцию так называют. И ты просто питаешься этим духом, ты смотришь на работу других мастеров, ты вот ощущаешь подъем, ты приходишь после одного дня, у тебя такой творческий подъем, как будто тебя прям вселили. Да, соглашусь, это несравнимые ощущения такие. Поэтому каждый выбирает конкретно, для чего ему идти, но однозначно это нужно всем. Сейчас много на рынок выходит брендов, камуфляжа, много брендов машинок, естественно. Я точно знаю, Паша, что у тебя, например, выбор пал, что мне вдвойне приятно, на сет как раз камуфляжный, ореольный Ирина Максимова в коллаборации с брендом Ханофи. Мне хочется понять, почему именно на вот этот сет у тебя пал выбор, учитывая, что ты до этого сказал, что ты много чем там поработал, да? Я скажу так, что до сета Ханофи Байрина Максимова я не работал ореольными пигментами. Просто сейчас уже, да, я поработал многими. Случилась очень такая история, это первый чемпионат мой, знакомство с Махабином Ханофи. Я уже победил, меня уже наградили кубком, там все вручили какие-то призы от спонсоров и так далее. И тут меня перехватывает в дверях Мохаммед, говорит, здравствуйте, Павел, я Мохаммед Ханофи, я хочу вас лично поздравить. Вы, говорит, крутой мастер, очень круто, я хочу вас поблагодарить и вот поручить вам подарочек. Ну, мне безусловно было очень приятно, потому что, ну, представь, я еще такой птенец, ну пусть там сорокалетний, неважно, но я уже реально, там, птенец, мой первый чемпионат. И, ну, ко мне подходят люди, которые известные в этой сфере индустрии и знакомятся. Это, конечно, безусловно приятно. Я приехал домой с этими, со всеми подарками. И у меня, по сути-то, ну, не было пигментов. А понимаем, что для молодых мастеров всегда это, ну, некая проблема, да, когда у тебя еще нет клиентов. Да, конечно. Оборудование, пигменты, это все стоит денег, безусловно. И ты думаешь, блин, как бы мне насобирать вот эту большую палитру, чтобы у меня было там много пигментов, как у мастеров, но это же все дорого. И, конечно, ну, я вроде работаю с ореолой, я в этом себя заявил уже в индустрии, а у меня пигментов нет. И тут вот мне счастье такое привалило, подгон Босяцкий от Махамида. Вот, и, конечно, я взял, и первое, чем начал работать, это именно этими пигментами. Пока еще там не знал, что и как. Потом я понял, а, бай Ирина Максимова. Кто такая Ирина Максимова там набирает? Вот, Ирина Максимова это тот человек, который стоял у исток и так далее. Вот так и первое знакомство пришло. То есть, первую процедуру на человеке я сделал именно этими пигментами. То есть, до этого все вот ореолы на чемпионате, это все были пигменты, там, татуировочные, что было под рукой, просто чтобы нарисовать. А, конечно, уже на коже начал работать именно этими пигментами, других не было, я не рассматривал. То есть, мне нужно было попробовать, понять, что и как. Я влюбился, потому что после этого я пробовал и другие пигменты. Я не скажу, что они там плохие, есть достаточно неплохие пигменты, я не буду сейчас называть имен. Но, ты понимаешь, в чем дело? У нас все-таки заточенность, вот у производителей этого, назовем там, сета ореола, она по большей степени, ну, как я понимаю, я могу ошибаться, я просто не все знают, сета не все пробовал. Но заточенность больше именно под камуфляж, вот эстетические процедуры ореола, когда надо добавить свет, когда надо подкамуфлировать рубцы, это да. А взять, например, и исполнить художественную ореолу, сымитировать ее, не у всех достаточно этих цветов и вот компонентов, ну, как мне кажется. А здесь, ну, вроде есть пять цветов, и по сути это все, что тебе нужно. Ну, и плюс их можно мешать между собой и добиваться любые палеты. То есть можно и основное тон ореолу подобрать и сделать там какие-то там другие тона. И вроде как для реалистичной ореолы все есть. Это вот то минимально необходимое, что нужно, но смысл. Если ты привык работать одним, смысл прыгать с одного на другое. Все побежали, вся и толпа побежала. Ты понимаешь, я всегда очень как-то смотрю на мастеров. У меня есть девочка знакомая, говорит, вот, я работаю, работал на пигментах А, примерно. Я поработала ими, поработала через год ко мне, пришла клиентка, я посмотрел на результат, мне не понравилось, и я перешла на пигменты Б. И вот лет пять она уже работает, и каждый год она меняет эти пигменты. Или каждые полгода. Эти не зашли, те не зашли. Ну, зачем скакать с пигментами на пигмент? Может быть, просто что-то надо изучить и поработать, ну, научиться там попрактиковать этим, этим. Этим, может быть, придет. У меня так было. Я там разными пигментами работал, но там те же самые бровные пигменты, я также пришел на ханафи и спокойно начал мне работать. Ну, прочитал чат. По всем пигментам есть положительные отзывы и отрицательные отзывы. Такое было всегда. Это нормально, конечно. Но мне когда задают вопрос, а как вам бровные, например, пигменты ханафи, я говорю, все отлично. Он говорит, у меня там вот они такие. Я говорю, может, вам просто надо попрактиковать и работать немножко по-другому ими, чтобы было все как бы хорошо. И мне кажется, с любыми пигментами будет так. У нас всегда что важно в работе? Отсроченный результат. Нетерпение мастеров, как бы дождаться этого результата и является проблемой. Опять же, вот даже если машинки тестируют. Мне не зашла машинка. Почему не зашла, когда начинаешь разбираться? Ну, что я там ее попробовала на латексе и ничего не поняла? Чтобы понять машинку ту же самую, на ней хотя бы неделю надо отработать. Это как вот ручку вы взяли, почерк все равно будет у каждого свой. Он не будет меняться. И, соответственно, с пигментами точно так же. Надо поработать, дождаться отсроченного результата, чтобы понять, что нравится, что не нравится. Конечно. Причем очень часто же бывает так, когда мы поработали, бывают нюансы. Что-то нам не понравилось на выходе через два месяца, через три месяца, но мы можем, конечно, самый простой вариант сказать, что поменяем. Все в помойку, да, меняем. Все это выкинул, пошел, купил другое. Самый простой вариант. Гораздо сложнее проанализировать, понять, как можно это изменить, для себя отметить. Ну, я не знаю, какую-то формулу. А буду я добавлять вот этого чуть-чуть. Ну, к примеру. Почему нет? Помнишь, мы с тобой говорили, да? Да, да. На каком-то моменту. Что ты вот, Ира, как ты думаешь, вот здесь то-то, то-то, он говорит, блин, надо вот действительно попробовать сделать так. Я же не перескакиваю там от этого, побегу в другое место. Я знаю точно, что у тебя сейчас вышло пособие для мастеров. Ну, оно в основном касается ореолы, да, как рисовать. Значит, вопрос, наверное, больше двойной. Вот я не умею рисовать. Ну, вообще, вот мне не дано. Я вроде как перманентом занимаюсь, но рисовать я не умею, а я хочу делать вот как Паша. Хочу делать вот ореолы, так же рисовать, там, детали прорисовывать. Мне, допустим, пособия недостаточно. Смогу ли я, если я пойду к тебе, например, на обучение? И второй вопрос. Мастера с какого опыта работы, допустим, могут учиться на камуфляж и дермопигментацию? Например, ну, это я вот по себе сужу. Кому я лично отказываю? Когда мне пишут запросы в соцсети, я хочу выучиться, но я косметолог, у меня базы нет. Я не хочу заниматься перманентным макияжем, я хочу заниматься только лишь камуфляжем. Я, по сути, отказываю. Потому что что это влечет за собой? Влечет обучение и базы тоже. То есть, а я не могу давать базу. Я даю уже с опытом работы. Когда мастер уже чувствует кожу, он уже поработал и знает, какие свои отроченные результаты он увидел на этой коже. Он уже знает, как у него рука, допустим. Вот вся эта чуйка у него есть. И здесь, учитывая, что это рубцовая ткань, естественно, структура кожи другая немножко, пигмент по-другому ложится. Я достаточно часто фильтрую, кого я возьму на мастер-класс, кого нет. Нет, у меня лично всегда будет мастер с опытом работы. Поэтому вот как у тебя это такое решение складывается? Без опыта не беру, потому что, ну, как минимум, человек должен познать хотя бы основы, то есть должна быть база и должна быть какая-то практика по работе с оборудованием, по работе с кожей и так далее. Ну, как минимум. Ну, так, чтобы не объяснять лишнего ничего. Должен уже нормально работать и понимать, что такое кожа, что такое пигмент, что такое машинка. Говорить о какой-то вот, о большом опыте, например, не менее трех лет. Вот такого у меня нет. Я могу сказать, не менее полугода, но при этом всем, если понимаю, что полгода, я хочу посмотреть на работу этого мастера. Ну, а может у него за полгода только было там, ну, человек пять? Вот у меня опыт работы там целый год уже. Ну, я за этот год сделала там 12 процедур раз в месяц. А у кого-то бывает работа полгода, но она там шпарила, брала бесплатных моделей просто, чтобы наработать себе опыт там, я не знаю, в день по три. Кто будет опытнее? Безусловно, тот, кто поработал полгода, но с большим количеством процедур. Ну вот, я смотрю на работы и уже для себя отмечаю, что да, достаточно неплохие работы для этого опыта уже. Там просто стоит процедура, там мало-мальски они идут. Ты видишь, что по публикациям в соцсетях, ну, человек опытный, можно взять и поработать. То есть, да, здесь есть такой нюанс. Вот, например, техника аппаратной волоски. Сейчас просто пример. Да, когда мы берем там или я на мастер-класс, или там коллеги мои, ну, говорят, опыт не менее там полугода, рука должна стоять, вы должны четко делать штрих, там уже понимаешь, чувствовать кожу и так далее и тому подобное. Да, здесь полностью согласен. В случае, например, с реалистичной ореолой, немного другая история. Они все, вне зависимости от опыта, приходят новичками. Потому что техника, она совсем иная. То есть, они когда видят там иглы-пучки многие, они когда видят, что здесь нет напыления там какого-то, знаешь, как привыкли напылять брови или губы, они, конечно, все для них это новое. Без разницы, какой опыт. Но все равно кожу все равно надо чувствовать, понимать, что кожа, что такая машинка. Но техника иная, и тем самым она интересна многим мастерам, что говорят, это все по-новому. Конечно. Как так? Кто-то говорит, блин, очень сложно переучиться. А не надо переучиться, нужно просто еще научиться еще одной технике. Почему нет? Ищущие точно получат свои знания, не умеющие рисовать. Хотят, но не умеют и боятся, как бы смогу ли я там нарисовать эту ореолу. Что ты говоришь в этом случае? Я в этом случае говорю, что научиться рисовать ореолу может каждый. Главное знать как. Есть определенный алгоритм действий последовательных, что, зачем нужно делать и как. И все. А дальше только тренировка. Потому что, по сути своей, ореола там у Маши, ореола у Ани, там у Ксюши и так далее. Да, они все разные. Но это ореолы. То есть все элементы, они примерно повторяющиеся. Светотень, тени, блики, они тоже во всех повторяются. Просто немножко отличаются. Может форма, конфигурация, цвет и так далее. Есть там несколько, там 3-5 элементов, на которые обращаются внимание, когда ты знаешь, что здесь нужно сделать так, а здесь нужно сделать вот так. Все нормально. Ну, я вот называю это все-таки почерк, свой почерк мастера. Потому что у тебя реально есть свой почерк. То есть твоя ореола точно будет узнаваемая. Ты особенно ее изображаешь красиво, классно. И я с тобой соглашусь, что в любом случае, пройдя там определенный курс или мастер-класс, тонкие вот эти нюансы, которые мастер для себя возьмет, если он хочет, конечно же, да, он возьмет и перемет это все на, там, пусть это будет тренировка на латексном коврике, пусть это уже будет, там, воплощение на клиентах. У него будет все равно свой почерк. То есть вот он какие-то фишки взял для себя. Да. И по-своему их будет использовать. И это, по сути, это нормально. Ты правильно говоришь, есть свой почерк. И я это слышу от мастеров, от других, с которыми общаюсь, дружу, они говорят, да, вот у тебя она другая. Ну, то есть мастера же много нас смотрелись уже, ореол в нашей индустрии, там, наших мастеров, там, зарубежных мастеров. Говорят, и она у тебя другая, вот она не такая. Просто я-то не учился ореоле ни у кого и нигде. То есть я делал так, как я считаю нужным и понятным мне. Мне все, наверное, поэтому... Ну, конечно, это чья ореол? Пашина ореола. Если бы, конечно, я пошел, отучился бы у кого-то, наверное, изначально у меня бы был почерк того мастера, у которого я учился. По сути, вот это и есть самородок, понимаете, в этой профессии, который вот сам ни у кого не учился, а показал нам всем дамам в перманентном макияже, как вообще он видит эту ореолу, видит, что ее прекрасно. У меня был недавно мастер-класс групповой в Москве. И перед началом мастер-класса, это было 11 утра, и я всем дал задание. Говорю, дичонки, нарисуйте, пожалуйста, в течение 10 минут ореолу карандашом, кто как ее видит. Вот как вы считаете, вы же знаете, как выглядит там, простите, женский сосок. Да, знаете. Ну, вот нарисуйте, кто как ее видит. И они нарисовали. Я собрал эти листочки и все, положу. И потом в 7 часов вечера они уже отрабатывали на латексе, прошли целый день, рисунок у нас был, все, где там 10 человек сидит, с разным абсолютно образованием, с разным опытом. Там была девочка с художественным образованием, была девочка прост, которая рисует. Ну, были такие, которые там, которых в принципе они не понимают, как вообще рисовать можно. И потом они отработали на латексе в 7 часов вечера свои ореолы. И мы так сравнили, я делал фотографии. То есть 11 утра, 7 вечера. И они когда смотрят, блин, это моя ореола была. Я говорю, ну да, на печеньку с шоколадкой. Нет, ну слушай, ну это очень здорово. Это, кстати, интересный такой вот этап. Мне было интересно понять и убедиться самому себе, что тот алгоритм, который я даю, который там может быть вымучен, я его долго там думал над ним, как его упростить и так далее сделать. Я понял для себя, что он работает. Для меня это было важно. И поэтому, да, я могу сказать, что каждый может. А второй был пример, когда мы делали онлайн-курс обучения. Это же вообще сложная история. Когда у тебя сидит там в Америке девочка, и ты пытаешься через экран донести, что надо делать и как. Если с рисунком еще разобраться-то можно, но когда идет работа на латексе, ты вообще не понимаешь. Вот ты видишь рисунок, понимаешь, что что-то не то. А понять, почему не то, ты не можешь. Потому что ты не видишь, как она работает рукой, не видишь, как она там погружается в этот латекс иглой, какой у нее вылет иглы и так далее. Ты только уровнем догадки попробуй это, это, это. Как ты относишься к онлайн-обучению? Но учитывая, что у тебя есть такой опыт, я лично для себя вот не вижу онлайн-курсы, потому что я могу сказать, как я. Мне нужно очное знакомство с мастером. Мне нужно видеть, как у него стоит рука, как он работает. Если в какой-то момент отработка на модели, я поправлю его, потому что у меня не только ореола, у меня еще и камуфляж идет рубцов. И мне очень важно, чтобы рука стояла так, как надо. А вот онлайн. Есть в этом результативность какая-то обучение? Или же все-таки она чисто как-то на информативную, то есть не более практическая? Онлайн-онлайн-урозин. Я сам проходил много онлайн-обучений и, скажем так, вот базовое, мое базовое обучение, оно состояло из онлайн-обучений. То есть у меня было очное оффлайн-обучение. Это по аппаратным волоскам, губы, брови, глаза. Я прошел онлайн это обучение. Каждый мастер может взять рациональное зерно из любого онлайн-обучения. Я взял для себя. Да, я потом где-то переучивался, что-то, ну, вернее, доучивался, дорабатывал там, практиковал много. И после этого онлайн-обучения я начал делать процедуры. Конечно, они не были того качества, которое могли бы быть, если бы я прошел индивидуальный мастер-класс или оффлайн-обучение. Просто дольше времени мне потребовалось, чтобы выйти на какой-то уровень. Безусловно. Тогда мне было это интересно, потому что я могу быстро за небольшие деньги, на тот момент как раз была пандемия первая, получить какие-то знания. Ну, плюс у меня есть на это время. Почему нет? И мне это было удобно. Вот сейчас я для себя понимаю, что там, ну, у меня там опыта два года. Ну, если бы я пошел на какое-то онлайн-обучение, я бы пошел только потому, что, например, у меня нет возможности дотянуться до горла мастера. Ну, к примеру, сидит. Либо это какая-то просто для меня будет интересная техника. Ну, я думаю, что, например, там платить большие деньги за это не хочу. А вот просто ради любознательности и чего-то нового просто посмотреть и узнать, что это. Да, может быть. Ты для себя видишь, например, оффлайн-обучение. То есть, если ты идешь учиться какой-то технике, ты для себя видишь только оффлайн-обучение. Вот я точно так же. То есть, если мне нужна техника сейчас, или я знаю, что у меня тут недоработка, к примеру, там, значит, пострелка или там по губам. Я знаю, что что-то недоработка. И, конечно, я не пойду на онлайн-обучение. Я пойду к совершенно конкретному, например, мастеру, выверу, кому я хочу съездить. Не важно, там, где это будет, в Тюмень, там, еще. Но я съезжу там на один день, выкрою на это деньги, поеду, съезжу. Но я говорю, опять же, я не отторгаю онлайн-обучение, если у меня нет возможности. Ну, по сути, оно имеет место быть. И там на мой онлайн приходят, например, девчонки, конечно, это все в основном иногородние. Иногородние, либо те, кто не может позволить себе приехать на индивидуалку. Не все на 100% понимают, что они будут этим заниматься. Очень много спорных вопросов у мастеров. Они начинают задавать вопросы. А какая коммерческая составляющая всего этого проекта? Ну, так это самое актуальное, конечно. А много ли клиентов будет? И так далее, и тому подобное. Поэтому некоторые просто не готовы потратить большие деньги за индивидуальное обучение, не понимая на 100%, что они хотят и будут это делать. Поэтому, а вот онлайн, знаешь, такой способ проверить себя, посмотреть, получится, не получится, а после этого уже, там, если что, доучиться. Ты вот как раз сейчас затрагиваешь темы как раз вот именно коммерческой там, да, составляющей. Если это после онкологии, очень многие мастера, ну и ты, я знаю точно, и я, мы работаем бесплатно. Я знаю, еще у нас есть достаточно талантливые мастера, которые также работают с этими ореолами бесплатно. И когда их очень уже много, деньги они зарабатывают на обучении. Тот же онлайн-курс, да, тот же очный мастер-класс, который, то есть, будет приносить им доход. Но, по сути, клиент как раз идет для опыта мастера. Опять же, показательная работа, портфолио, да, в копилочке. И, естественно, там, отсроченные результаты своей деятельности вот на этой зоне. Вот. И мастерам, конечно же, интересно, что как-то я работаю бесплатно, да, я вроде как денег там трачу много на расходники, там, на пигменты. А, по сути, ну, грубое слово такое, выхлопа у меня нет. Вот. А красиво очень хочется, чтобы вот в соцсети все было красиво там, да, и показать, что я тоже это умею. И тут, наверное, еще у меня сейчас второй вопрос подвяжется, который я уже хочу задать тебе. Мастера, которые приезжают, естественно, там на обучение. Первый вопрос. А где брать-то этих клиентов? Я не про рубцы сейчас. С рубцами гораздо все проще. Ну, давай мы сейчас говорим о реалистичной ореоле. О реалистичной ореоле, да. Именно реконструкция, воссоздание с нуля, объем 3D и все такое прочее, что за этим следует. Коммерческий али некоммерческий проект. Ну, я все-таки считаю проектом это коммерческим. Хотя, понятно, что клиент в этом случае получает процедуру совершенно бесплатно. Мы получаем от клиента уйму положительных эмоций, заряжаемся и так далее. Почему коммерческий? Ну, смотри, ты правильно сказала. Это наработка, портфолио и база. Каждый из нас, наверное, на заре своей деятельности брал модели только для того, чтобы наполнить свое портфолио. За бесплатно, за расходники, не важно. Тогда же это никого не смущало. И сейчас, ну, собственно, сделать там одну-две процедуры в месяц, но по карману мастера, уже с опытом, у которого есть база своих клиентов и так далее, сильно не ударит. Согласна, абсолютно не ударит. Но при этом мы наполняем базу. Это просто что-то новое. И мне очень часто пишут мои подписчики, что вот такие вещи делают. Это даже не клиенты. То есть просто подписчики, которым вообще эта процедура не нужна. Но когда они видят это, когда они видят все-таки благотворительный посыл во всем этом, это действительно благотворительный посыл, они, значит, они располагаются к мастеру. Нужно понимать, что каждый клиент, каждая женщина, которая пришла за этой процедурой, сблаготворительная, нуждающаяся, это потенциальный клиент на любые другие зоны. Но это тоже клиенты. Которые платные уже, естественно. Которые платные, безусловно. Это нельзя скидывать со счетов. То есть у меня процентов 50 тех женщин, которые приходили за процедуру имитации ореолы, 50 процентов из них сделали у меня какие-то другие зоны за деньги. Брови, губы, глаза. А это же тоже способ сарафанного радио, или агент сарафанного радио, назовем его так. Да, конечно. Поэтому не коммерческий, да коммерческий проект. Коммерческий, сто процентов. Даже если вы не будете преподавать. Не нужно, опять же, забывать о том, что в 90 процентах случаев те женщины, которые утеряли грудь, теряли ореолы, вы им помогаете ее восстановить, сементировать. Есть вторая грудь, которая, как правило, была подвержена каким-то реконструктивной пластике. И там может быть процедура эстетической. Эстетическая процедура по цвету, камуфляжу рубцов. Это тоже платная история, но, пожалуйста, они тоже какая-то их часть обращают за тем, что давайте здесь подкорректируем мне цвет, или камуфлируем рубцы. Почему нет? Пожалуйста. Мы не настаиваем на этом. Мы не говорим, что мы вам сделаем сейчас вот эту процедуру бесплатно, а вот за этим вы приходите и платите денежки. Нет, я никогда так не говорю. Как правило, я говорю, что это можно, но выбирать вам, принимать решение вам, делать или не делать, я никогда не настаиваю. У меня, по-моему, радость всегда больше, чем, по-моему, у самого клиента, что он настолько счастлив и настолько тебе благодарен. По сути, ты просто вот что-то такое нарисовал, а вот эта эстетика, какие она эмоции несет, это здорово, это замечательно. Конечно. Ну и опять же, мы же не работаем с этой процедурой каждый день. То есть, ну, это небольшое количество процедур. Ну, два, две, три, даже четыре процедуры в месяц сильно не напрягут, наверное. Сейчас, знаешь, какую тему хочу еще затронуть? Сам камуфляж вообще. Что мы можем камуфлировать? Что поддается камуфляжу? За что мы браться не будем, например? Были ли у тебя там в практике случаи, когда ты отказывал? В моей практике было много случаев, когда отказывали. В общем, наверное, это, скажем так, тема, которая многих волнует мастеров. И самые главные страхи. Как исправлять это все? Вот прям хочется переадресовать тебе все эти вопросы, потому что ты у нас гуру и спец во всех камуфляжных делах. Потому что, ну, я могу поделиться своими страхами, наверное. Могу где-то транслировать страхи мастеров. Но опять же, я их вижу в твоем чате, в твоем телеграм-канале. И ты очень реально отвечаешь, потому что, ну, безусловно, твой опыт – это твой опыт. Это, ну, слушай, до этого расти и расти. Для меня всегда страх – это один. Ну, мы сейчас про камуфляж говорим именно рубцов. Это мы от ореола отходим. Сейчас берем, что можно камуфлировать. Мы часто видим, да, камуфлировать рубцы, камуфлировать витилиго. Можно камуфлировать синяки под глазами. Что еще? Растяжки. Пигментные, наверное, пятна. Можно, нельзя. Вот я не знаю. Я далек от этого. От этого не такие частые процедуры у меня, именно камуфляжа рубцов. Но у меня всегда страх один. Как сделать так, чтобы попасть в цвет? Вот это, наверное, всеобщий страх. Всеобщий, да. Я его буду транслировать. И он, ну, есть у всех мастеров, и у меня в том числе. Да, всегда. Но я выход для себя-то нашел. Я, когда боюсь или понимаю, что мне надо попасть в цвет, но с первого раза, я не знаю, удастся это или не удастся, я делаю пробный штрих. То есть я могу пригласить человека, сказать, что для вас эта процедура будет бесплатной, в течение 15 минут на рубце взять какую-то долю рубца и нанести туда пигмент. Ну, некий тестик такой. Некий тест. И посмотреть, как он заживает. Но спешки в этих делах нет, да. Человек ходил с рубцом, я не знаю, бог знает, сколько лет, но может походить еще месяц. И через месяц я могу пригласить клиента и посмотреть, как это действительно зажило. Потому что здесь уже идет игра на контрасте. То есть есть весь полностью рубец и какой-то участок 5-10 миллиметров, где-то под камуфлир. И посмотреть, насколько стало лучше. И тогда уже там подкорректировать. Можно и вторую пробу сделать. Вот я стараюсь не спешить со всем этим делом, потому что, ну, во-первых, у меня опыт не такой большой. Я боюсь промахнуться. Ну, взять и потом закамуфлировать весь рубец, а потом получить не тот оттенок и последствия какие-то. Как это потом исправлять? Это гораздо сложнее. Вот. Это вот я от себя такой выход нашел. Нет, ну, очень хороший, грамотный достаточно выход. И подход в принципе правильный. У нас же всегда в нашем деле что? Лучше чуть-чуть не доделать, чем потом думать, как это исправлять. Тем более, что мы имеем дело с камуфляжными пигментами, где очень много в составе белого цвета диоксида титана. Совершенно верно. Естественно, здесь мы полностью исключаем в виде исправления лазерное удаление. У нас только ремувер. И учитывая, что не все мастера могут работать ремувером, не у всех он есть, вот, то здесь, естественно, да. Такой еще вопрос, да? Ну, есть там рубец белый светлее кожи. Ну, с ним все понятно. Нам его надо подтонировать цвет кожи. То есть, по сути, сделать несколько темнее. Ну, если так брать, да? А более темные рубцы относительно кожи? Имеется в виду, когда есть уже пигментация какая-то, такая гиперпигментация пошла. Да, когда, ну, там, рубец может уже быть 100% сформировавшимся, ему там может быть 2-3 года, но он темнее кожи. Ну, бывает же такое. Да, бывает, бывает. Я боюсь этой историей, потому что, ну, сделать темнее, светлее, да, то, что белее кожи, я понимаю, что да. Высветлить под кожу, вот это для меня вообще такая дикая история какая-то. Я не очень понимаю. Ну, либо там действительно надо быть химиком-технологом с машинкой в руках, чтобы каплю этого, каплю этого, здесь один слой этого, другой слой этого. Может быть. Вот. Ну, какая-то такая штука для меня. Ну, я, в принципе, Паша, я понимаю твои, как бы, опасения и страхи. Скажем так, наверное, я бы назвала это отчасти авантюрным шагом, если мастер берётся за осветление, да, гиперпигментированных участков. Но перед этим у нас по-любому собирается некий такой анамнез у клиента, да, то есть договор, как говорится, на берегу. Во-первых, надо понять, почему оно появилось, да, почему это темнее кожи. Зачастую такие случаи связаны после, например, лазерной шлифовки. То есть клиент работал с рубцом, ходил в клинику, пытался его там немножко смягчить, разгладить. Мы все должны понимать, что рубец, появившийся на коже, неважно, там, пластическая была хирургия или это какие-то внешние дефекты, внешние вмешательства, да, появился рубец, и он у вас навсегда. Здесь уже просто нужно понять, что или клиент живет с этим рубцом, или же он там, допустим, какая-то татуировочка маленькая. Но татуировочка маленькая, не всем подходит такой вариант, да, камуфляжа. Собирается анамнез. Если это получилось вследствие, допустим, каких-то лазерных процедур, я всегда спрашиваю, сколько прошло времени после этих лазерных процедур, потому что иногда бывает, что нужно какое-то время, и потом не депигментация, да, происходит там, кстати, зачастую бывает и депигментация после лазерных, вот а-ля вариант такой витилиго, появляются белые пятна, и здесь уже все играет иммунная система у клиента, или же это останавливается, потом возвращается, все нормализуется, да, цвет кожи. А иногда бывают, к сожалению, худшие случаи, когда начинает развиваться рост пятен именно белых. Гиперпигментированные пятна – здесь некая авантюра, и здесь мастер, по сути, наверное, решает мастер один, то есть решение принимает не вместе с клиентом, а он. Берется он за это осветление или не берется? В практике такие случаи были, скажем так, после тщательного сбора анамнеза, когда уже клиента прошло много достаточно времени после того, что это пятно такое темное появилось. И хорошие были, в общем-то, хорошие отсроченные результаты, когда я осветляла это вроде как, и клиент оставался доволен. Но единственное, что мастеру нужно понимать, что он не волшебник, и сделать все, как было раньше, не получится. Как и в любом, собственно, камуфляже, да, то есть если есть измененная структура кожи, то она как была, так и остается. Плюс очень большой фактор играет, насколько гиперпигментированное пятно темное. Плюс какой клиент приходит по, вот, например, фототипу. Если он сам по себе смуглый, и пятно еще темнее, здесь, наверное, пожалуй, я иногда могу даже отказать, потому что что, собственно, у нас к этому ведет, да, чисто технически? Мы осветляем. Осветляем мы более светлым пигментом. Правильно? Что дает у нас более светлый пигмент? Да, хорошо, когда мы сделали там 2-3 прохода, и у нас первая процедура вроде как такой кавер-ап, вот из татуировки возьму такое, да, слово. Такая наша легкая вуаль после нашей работы, что чуть-чуть сминимизировала видимость, вот эту вот контрастность убрала от более темного. А иногда бывает одной процедуры недостаточно. Соответственно, мы повторяем эти процедуры на коррекции, и у нас еще больше укладывается более светлого пигмента. В конечном итоге мы можем получить некую замазку, от которой придется избавляться. И, как я сказала уже ранее, здесь избавление только вот путем ремувера. Опять же, здесь работа вместе с клиентом. Хватит ли у него терпения на все это? Согласится ли он на вот такую авантюру? То есть у меня было пару случаев, когда после пластики у клиентки очень сильные были в диаметре ореолы. И они такие были достаточно насыщенного темного цвета, но не прям вот а-ля африканский вариант, да, но достаточно смугловатый. И ее, конечно же, это очень сильно выводило из строя в плане психологии. Они вроде как грудь красивую сделали, молочная железа замечательная, ореолы очень сильно большие. Грубо говоря, я всегда говорю на мастер-классах, фары дальнобойщика. Они точно никому, женщинам не понравятся. И вот такая авантюра случалась пару раз, но я всегда с клиентом договаривалась на берегу, что нам не хватит одной процедуры. Соответственно, мне много нужно будет укладывать в вашу кожу белил. Структура кожи как была, так и остается. То есть, по сути, я высветляю, а структура кожи, она все равно неровная в этих местах. И клиент в итоге получает некую замазочную зону, которая, конечно же, ему не нравится. Ожидания клиента в реальности не те, которые вот нужны. И по сути, мастер, да, я приобретаю опыт, он не хороший опыт, но это опыт такой есть, чтобы в дальнейшем я потом отказывала в этих процедурах. Впоследствии вот с моей клиенткой она все равно ушла потом на пластику, потому что здесь уже больше хирурги будут решать этот вопрос. И именно уменьшение ореолы у нее случилось. Почему не взяли ее в первый раз, я не знаю. Видимо, она хотела попробовать вот такой другой путь, как ей казалось, что который легче. Да, более простой. Но у нас все клиенты так, они все идут более простым путем. Еще вот очень частая проблема у мастеров. Надо всегда быть честными в отношении камуфляжа с клиентом. Надо говорить, что их ждет впереди, что в будущем, чтобы не было завышенных ожиданий от нашей работы. Это самое важное, чтобы потом не было вот этих бессонных ночей, когда у клиента... Это хорошо, когда ничего не остается, там пигмент, пускай он вышел в ноль. Это лучше даже, чем потом вам пишут гневные там письма или смски, что, что же вы мне наделали, стало хуже. Вот из этой серии, наверное. Но любой опыт – это опыт. Пусть он положительный, пусть он отрицательный, но этот опыт у каждого в копилке свой. Совершенно верно. И с темными я все-таки смотрю, кого взять, кого не взять. Если я вижу, что гиперпигментация не сильно плотная, лежит на коже, да, я, наверное, возьмусь. Но если я понимаю, например, вот винные пятна, да, наверное, ты, я не знаю, сталкивался ты или нет, они такого, ну, прям вот именно винного цвета, как красное вино, насыщенное. Я такие не буду брать, потому что это невозможно перекрыть абсолютно. Ну, естественно, мы не работаем с келоидными рубцами, просто у нас, к сожалению, не все знают клиента, что такое келоидный рубец. Он всегда очень сильно выпуклый, он всегда бурого или тёмно-красного такого цвета, и иногда он бывает болезненный на ощупь. Здесь уже работа хирургов. То есть мы, как мастера вот именно по камуфляжу, а-ля маскировки, мы с такими не работаем, да мы, по сути-то, и не сделаем ничего. Мы можем только ухудшить момент, что оно будет разрастаться, или просто переродиться во что-то более плохое по поводу камуфляжа тёмных кругов под глазами. Вот, интересно. У меня, да, у меня есть в копилке такой опыт, причём есть и хороший, есть и плохой. На данный момент решение я приняла за счёт того, что вот все эти годы я вот имела такой опыт. И на данный момент я хочу сказать, что я против этой процедуры. Против почему? Что у нас в любом случае мы так или иначе вот связаны с косметологией. И клиенты, которые вот обращаются именно за данным видом услуги, да, вот скамуфлировать эти мешки под глазами, вот эту темноту убрать, они также идут более лёгким путём. А мы идём более сложным, потому что, по сути, весь камуфляж тёмных кругов под глазами делается белым цветом. А это чистый диоксид титана. И одной процедуры точно не бывает достаточно. Если их будет несколько, в итоге клиент получает, ну, скажем так, да, всё отлично зажило, да, я точно знаю, какая у меня рука, то есть она не тяжёлая, да, я точно знаю, какой будет отсроченный результат. Но я не знаю, когда у клиента начнётся гравитация возрастная. И вот когда она начинается, вот тогда и начинаются проблемы у клиентов. Потому что это вот основано на моём собственном опыте, когда я сама лично ремовером, сначала лазером, а потом ремовером, всё это удалял у своей собственной клиентки, которая пришла ко мне там через пять лет, вот у неё началась такая ранняя гравитация, естественно, лицо поплыло вниз. По сути, всё отлично, камуфляж, всё здорово, там я работала определённым брендом на тот момент, который ещё даже разбавляла инъекционной водой, чтобы сильно плотно не лежала. Но когда она пришла и сказала, вот, Ирин, я когда делаю вот так, у меня сразу типа все морщины, они ещё больше структуризированы. То есть, по сути, это когда у нас вот женщина наносит себе макияж, к примеру, вечерний, она много накладывает тонального крема, а сверху припудривает. У нас вся структура наружу. Когда очень много тонального крема. Здесь получилось, что пигмент-то лежит внутри, вот он и вылез наружу. И, естественно, её это стало беспокоить, ей стало это не нравиться. Тогда вот случился у меня первый опыт в плане лазерного удаления. Я ещё тогда не знала, не было никаких кейсов, не было никаких мастеров, у кого можно спросить, вообще, что можно удалять лазером, что нельзя. Я решила, что можно, раз она у меня есть, то чего не попробовать. Соответственно, я провела ей первую процедуру лазерного удаления, ну и получила отсроченный результат зелёно-серый. Когда она ко мне пришла, я думаю, ну и нормально, в принципе, цвет сейчас сыграл, мы сейчас ещё раз повторим лазерное удаление. Я повторила, он позеленел ещё круче. То есть из более таких тёмных кругов под глазами, в общем-то, у меня клиентка получила зелёные круги под глазами. Спросить-то не у кого, пришлось самой разбираться со своими скелетами. И вот тогда я уже стала применять ремувер. И я вывела всю свою деятельность, сделанную ранее у неё свек, слава тебе, Господи, всё, в общем-то, безболезненно, но долго, достаточно долго, потому что я сама себе сделала путь более сложным, но приобрела бесценный опыт. Если меня приглашают вот как спикера на конгрессы в сравнении лазерное удаление и ремувер, я эту работу свою всегда выставляю и говорю, что это моя личная ошибка, что я тоже, собственно, как бы не святой человек, и это нормально. Поэтому на данный момент, я ещё раз повторюсь, что я против камуфляжа кругов под глазами. И я считаю, что всё же косметология будет с этим справляться лучше. Та же биовитрилизация, увлажнение кожи вокруг переорбитальной области, это будет намного грамотнее, скажем так, и честнее перед клиентом, чем нежели вот это вот всё замазывать. Ну, я здесь, наверное, могу только согласиться или поддержать, я не знаю, потому что для меня тоже процедура несколько неизведанная, я никогда это не пробовал делать, хотя много где, понятно, слышал, кто-то прямо из мастеров топит за эту процедуру, делать это единственный выход, потому что ничего не справляется и так далее. Не знаю, я очень отношусь к этому чем-то так вот, скептически. Это моё мнение. Я, знаешь, почему даже, вот я сейчас услышал новую вещь, ты сказал, вот гравитация, да, возрастная, потому что я даже никогда об этом не задумывался. Для меня основной всегда страх был, это изменение оттенка белого пигмента с течением времени. Я не знаю, как это происходит на лице, я видел это на татуировках, в татуировках, когда мы применяем белый цвет, потому что далеко не всегда белый цвет остаётся истинным белым с течением времени. Он всё равно бывает, начинает давать желтизну. И если мы понимаем, что там белым цветом мы условно осветляем эти синяки, да, под глазами, то есть накладывая некую вальс поверх этих сосудиков, которые близко, мы там высветляем эту зону. А если потом с течением времени под воздействием ультрафиолета, там, да всё-всё-всё, это всё начнёт ещё желтеть. Тоже такой же момент? Может быть, да. Основная часть наших брендов, которые содержат палитру камуфляжных пигментов, естественно, в этих камуфляжных пигментах огромное количество диоксида титана. Сама по себе, ну, скажем так, молекула, частичка диоксида титана, она достаточно крупная. Сырьё производителя – это не сырьё в первобытном, в первозданном виде, да, то есть это не порошковое сырьё. Диоксид титана при нагреве имеет свойство изменять свой цвет. Но это не значит, что, например, клиентам, которые приходят на камуфляж, нужно полностью запретить загорать. Да, понятно, что там мы, бывает, камуфлируем открытые участки кожи. Да, конечно. Первый вопрос, который у них всегда возникает, типа, а что теперь с загаром? Надо оберегать, как и любой другой татуаж, потому что даже в губных пигментах всё равно присутствует диоксид титана в более малых количествах, ну, иначе мы бы не получили такое разнообразие палитры, да, красивой. Так вот, в камуфляже немножко по-другому, но бывает, что даже при температуре тела высокое у человека может измениться. Но об этом ни мастер, ни производитель не могут знать. Дело в том, что в некоторых составах диоксида титана, именно в сырье, может быть оксид хрома, то есть зелёный, как для некой стабилизации, а его может не быть. И дело в том, что это понятно только когда у тебя в руке порошок. Мастерам надо быть аккуратными, не надо плотно укладывать, там, допустим, все эти камуфляжные, но это я всегда вообще говорю на мастер-классах и везде, как говорится, в каждый утюг трублю, что здесь камуфляж у нас, по сути, не просто замазать там, да, тональным кремом так, чтобы это всё, о, положили, и вот такая лепёшка получилась, типа не видно ничего. Надо пигмент именно так аккуратно вписывать в кожу, чтобы вот он прям растворялся, да, чтобы вот именно убрать вот эту контрастность между двумя оттенками, то, что мы хотим закамуфлировать. Просто нужно понимать, с чем ты работаешь. То есть мастера вот сейчас все подались к тому, что все изучают машинки, да, что там эксцентрики, там длинноход, короткоход. По сути, наверное, это правильно, это здорово, я соглашусь, что есть… Мастер должен понимать и, по сути, немножечко ввести в курс дела клиента, чтобы ему тоже объяснить. То есть если клиент приходит на эту процедуру, чтобы он потом, как говорится, не забил на всё и бегал, порхал там между солярием и берегом моря, да, где нещадное солнце у нас. То есть если вы хотите какую-то услугу получить, то, естественно, за ней надо ухаживать. Немножечко, да, следить за ней. Я знаю, что ты активно занимаешься камуфляжем Витилиго. Да, сейчас очень много почему-то людей появилось. Вообще это для меня вот титанический труд. Мы понимаем, что Витилиго есть разное. То есть оно может быть стабильное, когда пятна не растут, да. Бывает, то есть в движении находится. То есть часть закамуфлировала, там через полгода человек приходит, ещё больше, потом скамуфлируем дальше. Витилиго вопрос, да, достаточно интересный. На данный момент он, конечно, открытый. Могу сказать следующее. Вот то, что я и сказала выше, что с клиентами я всегда честна. И когда ко мне приходят, в основном приезжают даже больше из других городов, и я понимаю, что человек проделал большой путь, и он приехал не просто на консультацию, а приехал вот именно уже, чтобы я его там спасла, как говорится, да, вот от этого эстетического дефекта, который вот мешает жизни. Я сначала провожу беседу. Я доношу до клиента, чтобы он действительно меня услышал, что я лишь один из способов попытаться ему помочь. К сожалению. Витилиго – это иммунное заболевание. По сути, по сути, его, конечно, можно вылечить, да, найти эту причину, но это очень сложный путь. А как мы сейчас выясняем, все больше хотят простым путём. Это очень много анализов, это дорогостоящие анализы, понять, как говорится, откуда и с какой точки стрельнуло, и почему вот это пятно появилось, или нескольких пятен. Его же ещё несколько видов, этого витилиго. И я не со всеми могу работать. Да, есть, которые, например, пятно появилось, вот эта допигментация случилась в зоне, оно же, как правило, симметричное. Всегда идёт. То есть это начинаются локтевые изгибы, ноги, около косточек, и оно всегда симметричное. То есть на двух ногах, на двух руках. Бывает вот шейный, ключичный отдел, да, бывает лицо, например, вот переорбитальная область, это в зоне век. И если объём достаточно большой, конечно, я не беру, потому что это и для клиента очень тяжело. Ну, а для мастера так тем более. Здесь, во-первых, сразу пропадает всё, весь творческий процесс. Что такое вот камуфляж Витилиго? Это монотонное прокрашивание. Просто монотонное прокрашивание. Если объём, скажем, не маленький, то у меня идут иглы Магнум, и я просто вот именно всё крашу, крашу, крашу и крашу. Причём мне всегда нужно концентрироваться на том, что иногда бывает зона не сильно удобной, например, это около косточки, да, где кожу сильно не растянешь, и где нужно следить за глубиной, очень-очень внимательно, чтобы мне не углубиться, опять же, да, чтобы у меня потом в итоге не получились какие-то вот натоптыши, как я их называю, когда мастер углубился, в одном месте поработал, и в итоге в зажившем виде получил тёмную там точку или тёмное вот это вот пятно. Это, конечно же, влияет, да, и на мастера, скажем так, и клиенту тяжеловато, потому что Витилиго, во-первых, сразу отекает, оно сразу краснеет, и я гарантии-то дать не могу никаких. Я говорю, что да, мы с вами попробуем, но приживётся ли пигмент или нет, учитывая, что свой собственный меланин теряется в этом месте, и история как бы об этом умалчивает, да, опять же, у нас... Не считается это угрозой для здоровья, по сути. Почему у нас это не включено в страховку, например, как в Германии, да? У нас не сильно много исследований на эту тему, потому что, ну, по сути, вроде как, ну, да, эстетический дефект, ну, жить-то с этим можно? Можно. Но если взять каждого клиента в отдельности, который приезжает ко мне, тяжело с этим жить, и не все могут принять себя такой, какой-то он есть. У нас есть знаменитая канадская модель Винни Харлоу. Красивая девушка, да, она такая практически афроамериканка, и у неё очень большая зона поражения, витилиго всего тела и лица. Ну, я думаю, все многие её видели, она на обложке журналов. Да, она переборола свои страхи, она известна, она модель, она получает очень много денег, и она живёт с этим абсолютно не парясь. Но клиент-то простой в быту, он другой. И мы все подвержены внешнему вмешательству. Мы же все знаем, если, например, у тебя фамилия какая-то смешная, то на этом всегда будут смеяться или переспрашивать. Здесь то же самое. Здесь... Чё это у тебя такое с руками? А чё у тебя такое на шее? Ладно, один раз спросили. А когда тебя спрашивают всё время и постоянно, то есть у тебя начинает падать самооценка, да, и психология, общение вот с этими клиентами, она прямо определённая такая. Они все ждут очень сильно чуда, а я не могу им дать этого чуда. Я могу лишь попытаться попробовать. И я каждый раз говорю, что будет маленькой победой, что если хоть какой-то процент пигмента приживётся. А второе, что я не знаю, если приживётся, сколько продержится. Да, я не беру людей, у которых оно появилось недавно, например, это пятно, да, и оно ещё в стадии роста, потому что, по сути, я могу спровоцировать. Ещё больший рост. Беру только тех клиентов, у которых, например, уже лет от пяти, как вот оно появилось, или там в детстве появилось, вот оно так у них и есть, никуда оно не растёт, и ничего с ним не происходит, никаких метаморфоз. Но зато я теперь очень много знаю средств автозагара, потому что понимаю, что вот это единственный, вот на данный момент это единственный способ спасения для вот этих клиентов, для этих людей. Работает, но оно же временно работает. Ну, понятно, что время. То есть, да, оно работает временно. Но, по крайней мере, не надо два раза в день тонироваться. Нет, не надо. Сейчас очень много, да, вот этих средств. По сути-то были раньше эти клиенты, но не так много, а сейчас почему-то их ещё больше стало. И озадачились. Может быть, не так в соцсетях это всё демонстрировалось. Есть же вероятность, что просто многие и не знали, и не знали, что есть такой способ. Может быть, да, что это можно сделать. Может быть, может быть и это, да. Это взять с имитацией ореола, например. Ну, в общем, да. Когда разговариваешь с клиентами, с врачами, они говорят, что женщин, нуждающимся в этом, очень много. То есть, какая-то даже страшная статистика. Мне кто-то приводил из клиента, что говорит, 10%. 10%. Я был на конгрессе в Екатеринбурге не так давно. У меня была клиентка тоже. Мы восстанавливали ореолу. Она говорит, а я не знала, что такое есть. Я не знала, где мне сделать. То есть, мало того, что таких людей много, а еще есть много, большая часть из них даже не знают, что это можно сделать. А у меня как раз вопрос, а где ты их берешь? Были девочки на обучении, естественно, и каждая вторая начинает спрашивать, а где их брать? Куда брать клиента? Ну, допустим, я сама из сферы медицины, и так случилось, что я уже очень много лет сотрудничаю с пластическими хирургами, но основное направление у меня идет, конечно же, это после пластики. Там разные операции приходят на камуфляж рубцов. И очень маленький процент как раз именно когда онкология. Потому как мне объяснили тогда, что женщина благодарна, что ей просто спасли жизнь. Она не думает про эту эстетику. И вот как ты говоришь, может быть, она даже и не знает, что такая эстетика есть. Опять же, в соцсетях у нас мы с тобой точно знаем, как это все блокируется. И чтобы донести до клиентов, что есть такая услуга, что она бесплатная, что обращайтесь, достаточно тяжело. А сарафанка в этом случае не всегда играет. Потому что такая деликатная, скажем так, тема, щепетильная. То есть не все могут рассказывать. Для этого нужны какие-то специализированные формы. Согласен. Вот согласен с тобой. Но единственное, не соглашусь по поводу сарафанки. Потому что сарафанка здесь работает на разный. Я тебе так скажу. Когда я заходил с этим, я просто искал в первую очередь хирурга, именно онколога, мамолога. Я прошелся по всем своим контактам. Написал знакомым ребятам, с кем долго работали. Они стоматологи. Я говорю, ну вы же вращаетесь. Дайте контакт через своих кого-то. Мне дали контакт из клиники МедСи. Именно онколога, мамолога. Я написал. То есть мы не знакомы лично. Но тем не менее знакомые сказали, что к вам обратиться. Выслушай его. Потому что у хирурги-то тоже такие ребята. Они каждую встречу отвечать не будут. Да, да, да. И первая клиентка пришла. Это именно его пациентка. Мы сделали, а потом, собственно, я это выложил. Показал ему, что самое интересное. Он-то тоже не знал, что так можно. Хирург не знал, что так можно. Если мы об этом знаем, да, не значит, что знают все. Потом он увидел. Делал такие глаза. Ого. Так можно было, да. И, конечно, когда он увидел результат работы, он всем своим пациенткам уже начал говорить, что можно сделать вот так. У всех этих клиентов, у женщин, которые нуждаются в этой процедуре, как правило, есть свои общие форумы, чаты, где они общаются и так далее, друг с другом знакомятся между собой. Там нет левых людей. У меня была клиентка на бровях. Она тоже в этом чате. То есть у меня тоже было удаление груди. Она пришла ко мне на брови. Она говорит, у меня там в чате ждут, что я пошла к Сомову на брови. Я говорю, у меня там знают. Конечно. Говорит, там же и грудь вашу показывают и так далее. И уже Сарафан настолько начал работать. Я, по сути, не делал ничего. Я в этом плане лентяй. Хотя можно было бы писать в определенные форумы блогерам специализированным, которые освещают эту тему, куда подписано большое количество женщин, перенесших эти операции. Можно было запулять уже готовые тексты хирургам и так далее. Я в этом плане лентяй. Скажем так, они нашли миосайм. Потому что у них Сарафан. Они друг другу показывают. Хирурги общаются между собой. Вплоть до того, что мне звонит женщина-хирург. Ну, достаточно такая. Естественно, говорит, я вот хирург. Такая-то, такая-то. Я видел вашу работу. Можно я буду давать ваши контакты? Да, конечно. А мне приятно. Ко мне приходят, говорят, меня порекомендовал доктор такой-то. Я даже не знаю, кто это. Я даже не знаю, кто это. Но просто у меня была его пациентка. У них же постоянно осмотр. Врач видит. О, а где вы делали? О, я вам дам контакт. Поэтому здесь Сарафанка работает, мне кажется, в разы даже лучше, чем просто... Ну, вот, видишь, это в твоем случае. А часто мастера жалуются как раз, что и пишут, допустим, в клинике. Пишут лично прям хирургам, например, на кого они подписаны. Чтобы вот... Может быть, у вас есть там такие, да, вот клиенты. Вот я там бесплатно это все. И нет отдачи, нет отдачи. Может... Я как бы, скажем так, на этот счет, мне кажется, может быть, некоторые клиники имеют своих специалистов в этой области. Возможно, возможно, но вот возьмем города, например, крупные даже города, Екатеринбург. Существует, говорит, я не знала, что вообще можно. Ну да, ну или же все-таки не знают. Конечно, хирурги, они большие молодцы. Они сейчас начали на своих страницах размещать контакты мастеров вообще по России, кто этим занимается. Это и московские хирурги делают. В Питере у меня есть хороший хирург такой у нас заочный, знакомство, но мы, тем не менее, переписываемся. Практически он тоже размещает. Плюс он у меня спрашивал, Павел, скажите, в каких городах у вас есть ученики? Я прям по городам хочу расписать, кому можно обращаться. Поэтому они тоже достаточно такие активные ребята в этом плане и с интересом относятся и с большим уважением к нашей работе. А я все-таки хочу вернуться к нашей... К ошибкам? Да, к страхам мастера и к ошибкам мастера. Было что-то прям сложное у тебя, какой-то случай, вот именно камуфляжи. Я не говорю сейчас про реконструкцию ореола, а вот именно камуфляжи. Встречались ли такие у тебя случаи сейчас или пока? Рубцовая ткань не принимала пигмент. Такое бывало. Бывало такое, что, например, цвет там после первой или второй процедуры был не тот, который бы, возможно, хотелось. Но, конечно, я изначально знал, когда шел в эти процедуры, что рубцовая, рубец – это не кожа. Как он примет пигмент, не знаю ни я, не знает ни клиент. Я всегда предупреждаю, не ждите, что это будет первая и вторая процедура. Я говорю, рассчитывайте всегда на то, что их, возможно, будет три, и, возможно, четыре. Я здесь не волшебник. То есть мы с вами сделаем первую. Мы посмотрим, а исходя из этого уже можно будет прогнозировать, что нам достаточно будет еще одной или еще парочку процедур. Для меня всегда первая процедура – это разведка боем. Что касается рубцов, я, как говорил, если это рубцы, я могу сделать просто пробу некую, отпустить человека, заживать и уже, посмотрев заживший результат, сделать, соответственно, всю процедуру. А могу сделать первую процедуру очень-очень-очень легко, полупрозрачно, возможно, даже где-то с разбавлениями, если мне нужно понять цвет, посмотреть и уже основательно работать на второй процедуре. Я всегда об этом предупреждаю клиентов, но засад прям, знаешь, таких как-то, наверное, не было. Возможно, из-за лишней такой осторожности где-то. У меня была история, когда я попытался перекрыть более темное, более светлое, и это не получилось после первой процедуры. У меня были случаи, когда клиент говорит, у меня ничего не осталось. И вот на это он приходит, я смотрю, действительно ничего вроде не изменится. И после этого я начал делать сразу фото. То есть я обязательно делаю фото до процедуры в одном и том же месте, под одним и тем же освещением. И когда клиент приходит, например, он говорит, у меня возле Орелова делали рубцы, ничего не прижилось. Я говорю, так, садитесь вот на это же место или ложитесь, под тем же, что делаю фото, сразу делаю коллаж. Ту фотографию и эту. И смотрю, потому что я говорю, вы понимаете, когда мы прорабатываем весь рубец, вы его все равно после заживления видеть будете. Конечно. Я говорю, вам кажется, что ничего не осталось. А вот посмотрите на фото, видите Раймсу? Хм, точно, он стал менее заметен или менее белесый. Я говорю, вот. Ну, Паша, у нас проблема женщин всегда в том, что они забывают, с чем они пришли. Мы видим только то, что вот у нас сегодня на данный момент. А что вот с чем мы приходили, это забывается. Это, кстати, очень частый такой пример в плане даже удаления. Ну, я вот хожу-хожу, все никак не удаляется. Поэтому очень важным аспектом является фото и коллаж. Вот фото, коллаж, и когда показываешь, а вот давайте посмотрим, с чем вы пришли, и что мы на данный момент имеем. И когда видят разницу клиенткой, говорят, ну, блин, да, вообще, а было-то, ого. Здесь то же самое и с рубцами, точно такая же история, конечно. Таких прям, фу, не попадало на какие-то пока вещи, когда там надо удалять или еще что-то, или сильно стало темнее, потому что разные же смотришь в интернете. Основная же ошибка, что боится мастер? Неправильно подобрать пигмент. Да, да. Поэтому, собственно, все то, что вот мы с тобой сегодня проговариваем, в любом случае вот на вот это направление, я считаю, что нужно обучиться. Так это самое главное, мне кажется, да? Вот первое, чего бояться. То есть технически-то вот как испорт. Понятно, что при работе с рубцом есть куча нюансов. Чем работать, как работать, еще для себя как мастер. Ну, характер рубца понять еще, да. Здесь я поработаю там по пылю, на маленький магнум, а здесь я только точечно буду работать, например. Я сам, бывает, выбираю. Когда скажешь, в чем там рубеж здесь? Я говорю, а я 9 раз беру. В смысле 9 раз? И пылишь? Я говорю, не, строго под 90 градусов, в шахматном порядке. А здесь тоже 9 раз? Нет, а вот здесь попылить можно. То есть я сам принимаю решение. Понятно, нюансы есть. При работе с рубцом это другая ткань. Нельзя там перетравмировать, потому что там ничего не приживется. Это заживать, чтобы долго у меня с татуировкой так было. И вроде слишком легко ты понимаешь, что результата не будет. Там пигмент не уйдется. Технических нюансов много. Но вот всегда для меня был самый главный момент. Ну, колористик, назовем. Как? Вот как? Вот предугадать, понять и так далее. Это важный момент. Поэтому не та процедура, где можно там пробовать перо. А попробую так, а потом вот так. Здесь либо надо вот совсем быть очень осторожным. Вот я себя к этому. Я лучше осторожничаю. Посмотрю, пойму. Поэтому я считаю, да. Конечно, если есть возможность, надо этому научиться. Ну да, тут здесь дело все-таки не обойдется, знаешь, на таких простых базовых знаниях. Плюс еще, конечно же, знание вот именно чувствовать кожу. Вот это очень сильно необходим, потому что рубцов классификации 4. И когда к вам приходит клиент, допустим, вы должны, по крайней мере, понять, какой рубец к вам пришел. Почему? Потому что это потом будет зависеть на техническую составляющую ваших действий на этой коже. Какой оттенок подбирать. А то, что, допустим, ошибки мастера, ну это первое, это, конечно, неправильно подобранный пигмент. Или он темнее, или он не в тон коже абсолютно разный. Но здесь уже в качестве исправления у нас нам в помощь только ремовер. Потому что лазер как раз нам сделает еще хуже эту работу. В моем, например, случае могу сказать, что самые сложные – это ожоговые рубцы. Я такая немножко, скажем, авантюристка по природе в плане, что мне не то чтобы не страшно. Мне, конечно, оно страшно, но сплю я все равно спокойно. А попробовать оно надо, кто-то же должен это, типа, сделать. И был у меня опыт камуфляжа с ожоговой тканью. Могу сказать, что это был единичный опыт, и больше я за него не возьмусь. Это сложно, и это не поддается именно камуфляжу. Почему? Потому что тут вообще структура кожи настолько сильно нарушена, что камуфляж, он результат даст нулевой. Работать по такой коже очень сложно. Она достаточно тонкая, всегда все подкравливает, и сосудистая реакция. И сам по себе результат не удовлетворит ни одну из сторон. Здесь в основном, наверное, все же татуировка поможет, если надо скрыть именно саму ожоговую ткань. В плане камуфляжа – это единственная, наверное, такая область, которую я не буду брать в работу. Потому что я сама лично не буду довольна. И в процессе работы, и в результате заживления. Ну да, мы же как мастера хотим испытывать чудо удовлетворения. Конечно. Но мы не то что мастера, мы вообще люди творческие. И, конечно, нам хочется помимо… Видеть результат. Да, самого процесса. Нам нужен результат, чтобы и нам это тоже нравилось, не только же клиенту. И самое сложное – это как раз с ожогами. И, наверное, сложно – это когда из темного сделать светлое. Все же, наверное, я тоже к этой области отнесу, когда трудные работы. И тут уже 50 на 50, возьмусь я или нет. Здесь все же мне нужна очная консультация с клиентом, чтобы понять вообще, что я могу и на что как бы решусь, и пойдет ли на это еще и клиент. Как много процедур ты по камуфляжу делаешь? Ну, условно, в процентном примерно соотношении… 50 на 50. 50 на 50. 50 на 50. Сейчас, если раньше было, наверное, начиналось все 30 на 70, потом переросло немножко в 40. То есть сейчас у меня в неделю 2 или 3 человека есть всегда на камуфляже кто-то. Всегда. То есть сейчас 50 на 50, и я сейчас больше замечаю, что в соцсетях у меня, наверное, даже преобладает больше по камуфляжу работа. Мы общались с коллегой-мастером с большим опытом на конференции, и я спросил, она говорит, слушай, причем она сама сказала, говорит, я развивала вот эту тему, например, по ореолам, развивала тему трихопигментации, и там не один год. Я думал, ну, столько сил туда вложено, и так далее. А она потом как выстрелила, говорит, и сейчас сплошным потоком идет народ, там трихопигментация, там еще, 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 еще. Камуфляж вот стрельнулась спустя какое-то время, но прям массово, что сейчас уже не нуждается в какой-то рекламной подпитке и так далее. Поэтому это говорит о том, что сто процентов все эти процедуры, они востребованы. Востребованы очень сильно, конечно. То есть народу просто нужно раскачаться, какой-то массе народу нужно об этом узнать, и все. Ты знаешь, я в свое время в Германии обучалась попутно, там дополнительное образование получала по камуфляжу, и вот, как я уже говорила ранее, там люди с Витилиго приходят вот как конвейер, прям каждый месяц. Одну зону закрасили, потом пришли на другую зону закрасили, и у них вот эта проблема включена в страховку. Они почему и ходят туда, в студию, да, на камуфляж. Но это было очень давно, и мне казалось, что какая-то странная процедура, но у меня ее не было в арсенале, и показать особо сильно было нечего. А тут вот с недавних времен просто одна единственная была фотография, которая сделана, была вообще в свежем виде, да, стрельнула так, что теперь у меня получается ну один или два клиента в месяц с Витилиго. Большинство преобладает свежих работ, ну просто потому, что у меня в основном все приезжие. То есть они не могут себе позволить путешествовать ко мне там даже на тот же осмотр, посмотреть, как переживается пигмент. Но это тоже имеет место быть, и все это развитие тоже имеет место быть. Как ты относишься к трехпигментации? Я всегда смотрел на эту всю историю, и мне казалось, что это невостребованная история, ну, например, у нас в России. Я сейчас говорю про мужскую трехпигментацию. Как-то так повелось, что в наше время уже, слава богу, мужчины перестали это воспринимать как комплекс. Я помню эти все советские времена, когда до последнего там три волосины зачесывали на бок. Сейчас это приобрело брутальность. Плюс вот эта история, да, с модой на бороду, щетину. Это все смотрится достаточно гармонично. Но покуда ты волосы, я не очень понимал для себя. Вот я выяснил, а зачем мне там ставить? Подожди, тебе пойдет челочка-проборчик в виде трехпигментации? А зачем оно мне? Вот зачем оно мне? Но как сама процедура, вот послушав доклад, посмотрев, меня вызвало большой интерес. И я честно скажу, что я хочу в эту тему погрузиться. Вот прям погрузиться. Прям вот это интересно. Темка для меня. Почему нет? Могу тебе сказать, что это же точно так же будет. Монотонно и кропотливо. Вот то, что я тебе говорила про Витилиго. Ты понимаешь, да? Вот это вот ставить точечки, а потом всю голову, это сложно, наверное, сделать. Там, наверное, по зонам это все нужно. Ну, нужно такой дотворк, да, как вырубочную ассоциацию провести. Но у меня предполагается сейчас женская трехпигментация. Вот будет буквально послезавтра. Это очаговая лапеция. Девочка причем после химиотерапии в височной области. Она очень причем красивая девочка. любит зачёсывать волосы назад. Ну, мы ходим там попробовать. Она меня умоляет. Говорит, давай сделаем не просто точками, просто затонируем. Сделаем мне вот линейные какие-то вещи а-ля волоски. Говорит, ты же сделаешь легко, всё равно посмотрим. Эксперимент. Такой у нас будет эксперимент. Я ей причем сам предложил попробовать. Я говорю, не надо ни денег, ничего. Давай вот кусочное сделаем часть и посмотрим, что будет. Если да, то да. Да, хочу. Казалось бы, куда можно двигаться дальше? Можно, можно. А с каждым днём приходит что-то новое, какие-то новые интересы. Я вообще считаю, что вот в плане камуфляжа это всегда что-то новое, потому что нет похожих клиентов. Они все настолько индивидуальны. И мне кажется, для мастера это новый опыт, кто вот, допустим, не занимается, а хочет заниматься, или кто уже выучился. И рост определенный, да, вот этого мастера, плюс очень много благодарных клиентов. И сам интерес как бы вызывает сама процедура. Но это вот на мой счет. Я всегда это все уже... Я на самом деле любила это больше всегда. Хотела уйти из медицины, но не получилось. В любом случае я к ней косвенно, но имею отношение. Вот за границей, я смотрю, там бывают мастер-специализёрцы. Исключительно камуфляжи. Ни губ, ни бровей, ни глаз, ничего там не найдешь. Но там эти растяжки, шрамы, рубцы, камуфлируют. Каждый день у них что-нибудь новое. Просто какой-то поток. Ну что, дорогие мои, мы на самом деле, мне кажется, сегодня с Пашей очень много поговорили про камуфляж. Мы много поговорили про реконструкцию ореол. Я думаю, что эта тема очень интересна для вас и животрепещущая. А мы хотим вам с Павлом сказать, что осенью этого года у нас планируется совместный мастер-класс. Вам следить за рекламой, естественно. Наши уважаемые, дорогие коллеги и друзья Ханфи, Оля и Мохаммед организуют нам этот мастер-класс. Даты будут сообщены чуть попозже, но это точно будет осенью. Где мы можем поделиться своими фишками? Паша покажет, как он красиво исполняет ореолы. Я покажу и расскажу все, что я знаю о камуфляже рубцов, витилиго, внешних каких-то дефектов и любой области. Все, что мы можем закамуфлировать, мы про все это проговорим с вами. Плюс попрактикуемся. Вообще он такой будет очень интересный и насыщенный, насыщенный, потому что действительно мы там, по сути, две темы объединяем. Объединяем в одно. Да мне самому очень будет интересно послушать. Я это отведу, а потом дальше буду слушать. Да, да, да. Потому что, ну, конечно, есть много интересных вещей, и поэтому приходите обязательно. Думаю, будет очень интересно и познавательно. Да, вам спасибо за внимание. Паше, тебе спасибо. Надеюсь, у нас сегодня очень продуктивно и пойдет на пользу нашим слушателям. От души благодарю за приглашение. Очень приятно, очень рад видеть. Всего хорошего. Пока-пока.